В России появится цифровой рубль, обхохочется. Цифровой рубль, вы помните, Венесуэла делала там и свою криптовалюту, и цифровой там свой этот боливар, и рубль, конечно. Ну, посмотрим тут насчет боливара. Боливар не вынесет двоих, да. То есть, Путин и Россия на одном боливаре никуда не ускачет. Россия обязали покидать дом при чрезвычайной ситуации, Госдум приняла закон, обязывающий граждане эвакуироваться при пожаре или наводнении и так далее. То есть, люди раньше без законов, без всяких, если пожар или наводнение, они оценивали опасность для своей жизни и эвакуировались. А здесь не будут они оценивать. И неважно, есть ли пожар или наводнение. Важно, что от вас это потребовали в соответствии с законом. То есть, говорят, тут вот сейчас наводнение, давай отсюда дуй. Какое-нибудь наводнение, жара тут. Мы в пустыне живем, воды-то нет. Ну, тебе говорят, что наводнение, давай вперед, вот тебе закон в Харь. И все. Отлично, да. То есть, это закон что дает? Какие возможности? Он дает возможность принуждать, использовать насилие, официально, законно использовать насилие для того, чтобы выгонять людей из их собственного дома. Зачем путинцам этот закон? Подумайте. В общем-то, ответ очевиден. И для чего хорошего они такие законы не принимают? Они что, хотят нас спасти, что ли? Чтобы нас не утопило? Или чтобы мы на пожаре не сгорели? Да каждый день в пожаре сгорают там десятки детишек. И они помазали хоть один дом огнебиозащитой, что ли? Или, может быть, отселили кого-то из гнилушки? Или, может, проводку где-то проверили? Нет. Значит, их не это интересует. В Госдуме пригрозили сажать нелегальных майнеров. И тут же Луговой, помните, тот, который Литвиненко отравил, он всегда вылазит, когда самая мерзость. Сажать нелегальных майнеров. Кто такие нелегальные майнеры? Это те, кто Путину бабло не платит, кто не в доле. Если это греф какой-то, который майнит там безумное количество этих битков, да, то это нормально, это легальный. Понятно, что это легальный. А вот это нелегальный. И Мишустин заявил, что в 21-м году, 21-й год стал рекордом по энергопотреблению за всю историю России. Охереть. Россия возникла в 92-м году, да, но до этого она была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. И когда говорят про Россию, имеют в виду РСФСР в том числе. Но я отмету это. Советский период не буду я рассматривать. Возьму 92-й год. Вот представьте, 92-й год. Работает в России на 60 тысяч, на 60 тысяч предприятий больше, чем сейчас. Потребляет бытовуха, бытовка вся потребляет 7% всего. Остальное потребляет предприятие. Сейчас предприятий нет. И при этом электропотребление самое высокое за всю историю России. Куда электричество-то девается? В быту столько электричества расходуется? Нет. Я смею предположить, что это майнинг как раз. Смею предположить, что это Грефы, Хренефы и вся вот эта вот мразь. Матвиенко раскритикал главу Минпросвещения за попытку продавить законопроект с ошибкой. Очень странную позицию занял министр просвещения, понимая, что допущена ошибка. Должен действовать в строго правовом поле, вместо того, чтобы занять конструктивную позицию. Вместо того, блядь, болтованья, какие-то ошибки, какие-то правовые поля. Какие нахер правовые поля могут, как этот шарик говорит, немцы какие-то. Какие правовые поля? Но беспредел у власти преступники, у власти преступники тащат свой преступный беспредел, который называют правовым полем. Но это, блядь, минное поле, их правовое поле. В МИД заявили, что ЧВК не подконтрольно российским властям. Ну да, то есть западные СМИ сосчитали численность ЧВК 200 тысяч. То есть фактически это армия. Это сухомутная армия России такая. То есть я так понимаю, что в этом ЧВК просто числятся у ЧВК военные, которые туда, так сказать, в командировку ездят, обычные российские. И говорят, они не подконтрольно российским властям. И там хохочется. Есть закон, уголовный кодекс. И там есть понятие наемничества. И есть эта банда, которая ЧВК, которая действует сами по себе. Есть закон о частной охранной деятельности. Есть закон об оружии. Там нет слова про ЧВК. Нет законов о ЧВК. То есть абсолютно беззаконная структура и не одна. С огромным количеством людей. А она, говорит, не под контролем. Но они какие-то сами по себе мальчики. Вы же себе представьте. И запад это нормальный езд. Вот это лицемерие. 200 тысяч человек, как запад утверждает. И нормально это грызет. Что такое ЧВК? Это армия российская. И это российская армия. И никакой это не ЧВК. Лидеры ингурских протестов получили от 7,5 до 9 лет. То есть у Жахов 9 лет получил. Барахоев 9 лет. Мальсаков 9 лет. Чему Зиев 9 лет. Нальгиев 8 лет. Хаутиев 8 лет. Саутиева 7,5. Можете себе представить. То есть это люди, которые вышли на протест. Просто протестовать, что у них там землю забрали и так далее. То есть земельный спор. Гражданско-правовые отношения фактически. Получили по 9 лет в гору. Да. Но что я могу сказать. Мы, конечно, наше. Я не хочу сказать движение. Потому что за эти слова потом будут цепляться определенные путинские фсбшники. Я хочу сказать, что те люди, которые вместе с нами, они все, без исключения, поддерживают, конечно, ингушей. Поддерживают. Дело даже не в споре о земле. Спор о земле решается не очень сложно. Дело в споре о власти. Кто власть на земле? Люди или какие-то черти. Типа Путина, Кадырова и прочих. А на земле должны быть властью люди. А здесь люди сидят в тюрьме. По 9 лет им дают. Уважаемым людям, которые никого не убили, не зарезали. Ничего лишнего не просили. Ничего не хотели того, на что они не имеют права. И Следственный комитет опубликовал кадры задержания руководителей компании СДС «Уголь». Да, вот это руководители Листвяжной, где погибло 50 человек. Но не успели они всех этих задержать. Да, как произошла еще одна авария. Произошла в Кемерово «Химмаш», входящая в холдинговую компанию «Сербирский деловой союз». Является одним из ведущих предприятий химического машиностроения «За Уралом». Ну, те же самые там владельцы. И все там рвануло. И также заявляют о гибели нескольких человек. Точная цифра пока не дается. Тут вот 4 пишут человека, где-то больше пишут, где-то меньше. Но химическое предприятие и шахта – это очень опасные объекты. И понятно, что там по максимуму выкачивают. А как можно по максимуму выкачивать? Ну, как не соблюдая мер безопасности. Потому что это все очень много денег стоит, отвлекает. Приходится останавливать. А представляете, как это остановить работу в шахте? Там непрерывный процесс. Точно так же, как на химопредприятии. Поэтому никто еще не останавливает. Ну, вот 4 человека на этом химопредприятии условно. Я не знаю, сколько, но не меньше 4-х. Это точно погибли. 50 с лишним в этой листвяжной. Ну, все, что. Сейчас вот стрелочников. Куда будут к суду привлекать? Чего они Абрамович? Когда на распаскость только народ погибли. Не привлекли. Ну, потому что Абрамович не прикасает. Вы нельзя трогать. А этих можно трогать. А сейчас у них... Чем закончится? Как в Новодедово. Помните, или они отстегнут бабок, или у них заберут бизнес. Все. Ну, мы это уже видели многократно. То есть, кто-то потирает руки. Говорит, ну, слава богу, там все случилось. Сейчас мы денег поднимем с них. Так, и Роснано. Вот интересное заявление сделали. Очень молодцы. То есть, у них подписаны были договора. Роснано. Ну, Чубайцевская контора взяла Упромсвязь банка и банка. Так, значит, на 30 июня состояние этого года. Компания была должна 38 миллиардов рублей по кредитам Совкомбанку. Совкомбанк, да? Так вот, 38 миллиардов Совку этому должна была. 16 миллиардов Промсвязь банку. 85 миллионов банку Акбарс. Также в числе кредиторов компании Банки Санкт-Петербург 16 миллиардов. Банк России 5 миллиардов. Ну, в общем, до хера денег там. За 60... Там кто-то писал 50 с чем-то миллиардов, должны 55, что ли? Никакие не 55, даже вот здесь уже за 60 сумма. И что происходит? Представляете, вот вы должны там, ну, грубо говоря, не 60 миллиардов, а 60 рублей банкам. И вы говорите этим банкам, вот то, что говорит Роснадо, направил трём банкам досудебные претензии. Это они к банкам, банки в суд тащат, представляете? А направили досудебные претензии с требованием признать недействительными заключённые с ними кредитные договора под госгарантии. Всё, представляете? То есть, Роснадо хапнули миллиард долларов, вот с этих банков миллиард долларов. Говорят, ребят, да ничего мы вам не должны, пошли вы на хер, у нас вам какой-то Чубас. Чубас хлопнул бабки, а мы с вами будем теперь рассчитываться, что ли? Пошли вы на хер. Всё это недействительно, госгарантии недействительные и прочее, прочее, прочее. Их и артисты. Причём Роснадо в любом случае платить не будет, вы же понимаете, да, будет платить государству, которое давало госгарантии. То есть, мы с вами. Жуть, конечно. Вот я говорю, любой, кто из вас там должен банку денег, скажет, а я как Роснадо хочу признать договор недействительным. Он тебе скажет, ты что, охерел, что ли, как это, ты деньги отдай, и будет договор действительный, недействительный и так далее. Как бы Чубас Лондон не сбежал? Да куда бы он не сбежал, мы его найдём. При этом режиме он всё равно не понесёт никакой ответственности. А при нашем режиме он никуда не денется. Никуда, никогда. Его сами эти отдадут. Ну, представьте себе, вот сейчас они что вытворяют? Это они с Путиным так себя ведут. А представьте, если мы власть возьмём, как они будут с нами себя вести? Вы даже не представляете, поезд будут кланяться за километр, блядь. И Чубайса притащивают, блядь. Не будут они так рисковать, поймите, не их будут. Если они с Путиным так не рискуют, с нами точно не будут рисковать. Потому что мы не Путин, с нами не забалуешься. Мы никого ничем пугать не будем. Мы будем делать. Жириновский сделал седьмую прививку от коронавируса. Видите, как замечательно. И хорошо ему, и как бы не переживает. Каждый день колет прививки. Я правда не знаю, чего колет. Помните, когда в шестнадцатом году были выборы, я предложил ему пройти на наркотики тест. Сам поехал, сдал, а он почему-то не приехал. Поэтому я не знаю, чего колет Жириновский. Но рассказывает, что седьмую прививку от коронавируса, и что это очень полезно. И вы можете тоже так же построиться, у кого-то и семь, и восемь, и двенадцать. В Испании в телефончиках, да, восемь граф. То есть восемь раз можно шернуться. Это пока я не был этого нового штаба. Теперь можно и восемнадцать раз, и не страшно. И рассказывают о том, что как бы не срабатывают вакцины пока. Надо еще, надо еще.